Озеро Титикака, одно из самых интересных озер в мире. Расположенное между Боливией и Перу на плато Альтиплана, на высоте более чем 3800 метров над уровнем моря, оно является самым высокогорным судоходным озером в мире, а также одним из самых крупных озер Южной Америки. Кроме того, это озеро – священное место древних цивилизаций, с которым связано множество легенд и мифов исчезнувших народов. Длина озера – 194 километра, ширина – 65. Титикака питается талыми водами расположенных вокруг ледников. Сюда также впадают около 300 рек. А вытекает лишь одна – Десагуадера, да и та впадает после в бесточное озеро Паопо в Боливии. Происхождение названия озера Титикака неизвестно. Некоторые считают, что означает оно каменная пума, поскольку сверху водоем напоминает изображение этого животного. Другие переводят Титикака как оловянное поле, на что наталкивает специфический цвет воды в озере. Так или иначе, но в названии соединились слова из языков местных народов – Кечуо и Аймара. Само озеро хранит много тайн о древних народах, возводивших здесь свои города. Всего в нескольких десятках километрах от него расположен таинственный город Тианака, на заре новой эры, крупнейший в Центральных Андах. Считается, что прежде стоял он на берегу озера Титикака. Кроме того, на дне озера обнаружены загадочные сооружения. Внушительный храм и террасы. Возраст которых как минимум 1500 лет. Кто были люди, построившие все это, кому поклонялись, как и для чего возводили свои загадочные храмы и пирамиды, почему исчезли. Как воспоминания о прошлом, на озере имеется собственная главная достопримечательность – здесь живет индейский народ Уру, представители племени, которая, как считается, поселилась здесь еще до прихода инков. Сегодня Уру утратили свой родной язык и верование предков, но продолжают жить так, как жили сотни лет назад. Из растущего по берегам озера Титикака Тростника они плетут целые острова, где и проходит их жизнь. В прежние времена плавучие острова служили средством защиты, всегда можно было уплыть от врага. В наше время они превратились в основное средство существования Уру – многочисленные туристы, приезжающие полюбоваться красотами озера, рады возможности ближе узнать бык племени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.